О язычестве и неоязычестве. До нашего и сандалии апостолов Петра и Павла человечество переступает порог христианского мира. Где-то их уже давно сдали в утиль, где-то отправили в музей, как диковинную реликвию. Совсем немногие примеряют к своим стопам. Человечество еще пользуется достижением христианской цивилизации от научно-технического прогресса до видимости соблюдения основных прав и свобод человека и гражданина, соблюдения элементарных норм морали и традиционной ценности. Многие думают, что осуждение рабства, захватнических войн, каннибализма, протестственных сношений, отношения к женщине, как и людям второго слова, или вообще не людям, и осуждение многих других пороков и порочных традиций были обретены человечеством сами собой. Духовные и метафизические аспекты христианства мы пока в этом повествовании оставим. На самом деле, ничего этого языческий мир не знал. Во всяком случае, религиозное мировоззрение людей не входило в противоречие с тем, чтобы разорить соседнее государство, а всех его жителей вырезать или угнать в поло, чтобы распорядиться своим новорожденным, как вещью, убить его или продать, чтобы завести сотни жён и наложниц, вполне нормальными и широко распространёнными были консексуальные отношения, к чему, кстати, уже вернулся западный мир. Языческие боги не осуждали ложь, гнев, стяжательство, сами, будучи яркими примерами, всего перечислены. Более того, многие чудовищные современные христианские точки зрения обычаи прямо предписывались физической верой. И одним из таких обычаев, карахерным практически для всех языческих народов, это были человеческие жертвоприношения. Древние семиты заживо сжигали своих детей, принося их в жертву молуху. В зависимости от того, какому богу предназначалась жертва, древние кельты сжигали её, вешали или топили. Древние ацтеки сочетали ритуальные убийства, в том числе женщин и детей с поеданием их органов. Славяне. Пошёл Владимир против Ядвагов и победил Ядвагов, и завоевал их землю. И пошёл к Киеву, принося жертвам кумирам с людьми своими. И сказали старцы и бояре, бросим жребий на отрока и девицу. На кого пойдёт он, того и зарежем, жертву богам. Повесть временных лет. А что христиане? Не они ли уничтожили и семитов, и ацтеков, и славян? Нет, не они. Потому что о религии судят под тем, кто живёт в соответствии с её предписаниями, а не под тем, кто их нарушает. Христианин – это тот, кто поступает по-христиански. Всякое зло, совершённое с крестом или без креста, оно входит в прямую противоречие с учением Христа. Сравните нравственный облик Владимира, крестителя Руси, до обращения к христианству и после. Вот если бы случился слушателю оказаться в плену, в полонию какого бы Владимира пропрощил бы оказаться? Владимира язычника и Владимира христианина. Так вот, не так ли следует думать о выборе между Перуном и Христом? Оцените высоту духа, нравственной чистоты, мужества, жертвенности Антония Великого, Серафима Сароскова, Сергия Радожневского. Но античный философ с их исканием истины – это бледная тень в сонме святителей, преподобных, мучеников. И что претерпевали христианские мученики и язычники, которые их пытали, они смотрели, не могли просто на это поверить, они бросали эти оружия своих пыток и говорили, я тоже христианин. Потому что они понимали, что человеческие силы невозможно выдержать. Почему, кстати говоря, христианство и дожило до сегодняшнего дня, почему оно выстрел в те времена? Потому что люди, язычники, видели силу веры христиан. Что они претерпевали ради веры? Они не видели это среди своих. Сравните Бога и богов. Найдите хоть единственный изъян в духовно-нравственном облике Христа, но если не Ему подражать, тогда кому еще? И что по сути собой представляют физические боги? Что они олицетворяют? Силы природы и человеческие страсти. Мстят, гневаются, блудодействуют, упиваются в своих житиях, в кавычках. И каждой страстишки предстоит свой божок, а лучше сказать бес. Язычники, принося жертвы, приносят бесам первое послание коринфянам, кава 10, стих 20. Что есть силы природы, что есть сама природа, которой поклоняются многие и до ныне, как бы возрождая древние языческие культы. Они думают, что природа, единение с природой – это пляски вокруг костра с венчиками из березовых веток. Да, и в христианстве к природе относятся с уважением и восхищением, как к творению Божьему. Но это не предмет для поклонения. Она враждебна человеку. Даже на Земле может быть единственной планете, на которой, в принципе, возможна жизнь. Человеку ведь нужно совсем немного времени для того, чтобы и жариться на солнце, и замерзнуть в ее отсутствие. А на всей остальной Вселенной, перед которой размеры Земли – ничто, он, может быть, будет немедленно уничтожен. Ни Земля с ее красотами, с зелеными дубравами, заливными лугами, могучими реками, ни вся остальная Вселенная не знает ни милости, ни состраданий, никаких других добродетелей. Культ природы – это культ силы. Человек человеку волк. Прав только тот, кто сильнее, кто не становится ни перед тем, чтобы выжить. Вот по каким законам живет природа. Вот языческий идол. И покуда язычники из Азова грабили, убивали и насиловали жителей Мариуполя, их все устраивало. Они чувствовали себя сильными, а значит правыми. Но как только сами стали жертвами, как только сами решили сдаться в плен, к чему вы запели, на что понадеялись? Милости хочу, а не жертвы. Они обратились к христианским добродетелям, в надежде, что к ним отнесутся по-христиански, а не по-язычески, как бы вступили они с пленными. Что еще характеризует язычество? Какие еще аргументы, что ли, используют неоязычники, в частности родноверы, в противовес христианству? Тезис. Христиане исповедуют пришлую веру евреев, а они вернулись к исконной вере предков. На самом деле, хранители исконной веры отреклись от веры своих отцов и не приняли веру праотцов. Они ее придумали, заимствовав некоторые элементы из верований и обрядов древних славян. Наверное, дружинники какого-нибудь Вещего Олега с изумлением посмотрели на подоги своих потомков, казаться похожими на них и с удовольствием сожгли бы их на кострах, на тех самых кострах, которые те прыгают. Но и эти веры, в свою очередь, не были однородны, как не были однородные нравы. Поэтому, когда нам предлагают вернуться к каким-то традициям, к традициям какого конкретно племени предлагают вернуться. Вот из поести временных лет. Все эти племена имели свои обычаи и законы своих отцов и преданий, и каждый свой нрав. Поляне имеют обычаи отцов свой, своих кроткий и тихий, стыдливый перед снохами, своими и сестрами, матерями и родителями. Кстати говоря, вот видно, что автор не пытается всех очарниться язычников. А древляне жили звериным обычаем. Жили по-скотски, убивали друг друга, ели все нечистое, и браков у них не бывали, но умыкали девицу воды. А родимичи, вятич и северяне имели общие обычаи. Жили в лесу, как и все звери, ели все нечистое, и срамословили при отцах, и при снохах, и браков у них не бывало. Но устраивались игрища между селами, и сходились на игрища, на пляски, и во всякие бесовские песни, и здесь умыкали себе жен по сговору с ними, имели же по две и по три жены. Согласно упоминаниям славян в трудах, история Маврикия, 6 век, миссионера Бонифация, 8 век, путешественника Ибн Рустей, 10 век, в традициях древних славян было, чтобы вдова заканчивала жизнь самоубийством. Археологические раскопки языческих славянских капщик, которые, кстати говоря, великое множество, свидетельствуют о том, что в жертвы на них приносились не только животные, но и люди, в том числе и дети. Почему же ревнители древности не хотят возрождать вот эти традиции, реальные, непридуманные, о которых есть хоть какие-то свидетельства? Кто бы захотел, чтобы его мать или сестра по кончине мужа закончила жизнь самоубийством? Но ведь это уже требует древняя славянская традиция. Что же вы это не возрождаете? Христианская мораль не позволяет. Ключевое слово здесь – христианская. Христианская мораль не позволяет. А язычники к этому относились нормально. Наши реальные представления о вере древних славян, они подобны фрагментам мозаики, большая часть из которых утеряна. А по оставшимся невозможно составить никакой целостной картин. Они имеют целостной картины даже о фрагменте этой мозаики мы не можем достоверно сказать в части какой детали он является. Поэтому современные неозрительные движения, коих великое множество, заполняют недостающие детали кто чем гораздо. В том числе неведомыми нашим далеким предкам идеями радикального национализма, сатанизма и так далее. И то обстоятельство, что они имеют единого представления о том, во что верили, как жили наши предки, извлечают их незнание данного вопроса. При этом используются абсолютно псевдонаучные какие-то мифологические изыскания, литературу, в которую никто глаза не видел, вольная интерпретация слов и тому подобные методы. Ну а куда заводятся эти фантазии, куда заводятся переписывания истории, мы хорошо бы увидели на примере Украины. Ну просто в качестве примера это основы вероисповедания русских славян, союза славянских общин. Выдержка я вас приведу. Через природоведение наши великие северные предки определили свое и наше естественное происхождение от сверхпредка богов, от сверхпредка бога, богов рода. Вот за вашей буквы. Считаем себя потомками рода, родичами, родней, родственниками, вводящими напрямую от великого праотца свою благородную родословную. Вот сразу вопрос, откуда ты взяли-то? Отсюда простекает общее название славянских всесемейных и племенных родов на род. Наименование земли, вскормившие нас, родина. Ну и так далее. При этом славянское божество род известно нам лишь по порядку высказываний в обличительной христианской литературе и не содержит ничего абсолютно из вышеперечисленного. Что касается научного подхода, то отсутствие у славян письменности, во всяком случае, она не обнаружена. Может, конечно, она была, но она не обнаружена. Удаленность от тогдашних центров цивилизации не дает нам возможности составить целостную картину. Мы знаем о славянах только по обрывочным сведениям, оставленным начиная с VI века. Это какие-то письменные источники, оставленные иностранными путешественниками, историками на основе археологических находок, на основе отголосок фольклорного прядового наследия, именно отголосков. На самом деле тоже достоверно не знаем, что они означали. Ну и других книжно-письменных источников, в частности, летописей и высказываний всевозможных, ну, как правило, какая-то обличительная христианская литература. Вот, собственно говоря, и все. Общее представление о мировоззрении древних славян, я считаю, можно также сложить и на основе мировоззрения вообще, в принципе, древних языческих народов. Всем им было свойственно вера в удушевлённость природы, вера в магию, то есть возможность какими-то внешними ритуальными средствами принудить, что ли, склонить силы природы, сверхъестественные силы, сделать так, как хочет язычник. Потому что природа человека-то одна, и страсти-то одни и те же. Во все времена, и сегодня, и тысячи лет назад, и в каждом уголке планеты, и жаждет человек, не знающий Бога, одного и того же хлеба и зрелищ, ищет прежде, что есть и что пить, а о Царстве Небесном и не слышал, ибо некому было сказать. Характером для язычества было, ну, по сути дела, отсутствие духовно-нравственного учения. Нет представления, морали, конечно же, были, и не всегда негативны. Добро существовало всегда, и среди язычников тоже. Но мы сейчас говорим о том, чему учила религия. Ни греческий Зевс, ни египетский Ра, ни славянский Перон не спустились на землю, не поднялись на гору, не сказали человеку, блаженный миротворцы, блаженный чистый сердце, каким судом судите, таким и будете судимы. Вынь прежде бревной с твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из своего, из глаза брата твоего. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и поступаете и вы с ними. И даже не сказали, не сказали, не убивай, не кради, не прелюбодействуй. Более того, они сами, языческие боги сами представляли собой, олицетворяли собой все виды разврата. Тем более, безуми было бы о том, чтобы кто-то из них был способен распяться ради человека. Не уязвить язычники особое внимание уделяют почитанию предков. Причем, они почему-то противопоставляют, кого противопоставляют это христианству. В то время, как не уязычников следовало прийти в христианство только потому, что такого почитания умерших родственников нет и не было больше ни в одной религии. Церковь установила особые дни для общецерковного оповиновения всех наших усопших христиан. Ежедневно в каждом православном храме на Паскомедии упоминаются души усопших. Церковь установила особый чин, таинство, отпевание новоприставленного. При этом, родственники покойного берут на себя сорокадебный пост, в это время усиленно молятся, подвязаются прозрачи милостни, других добродетелей, ради усопшего. Или вспомнил, например, положение к Синепетербургску. Она ради своего покойного мужа до конца дней обреклась во вретище, не имела где главы преклонить. Но что подобного знал языческий мир? Прежде всего, знаете, совершить какие-то внешние ритуальные действия, труднее всего пострадать ради ближнего, себя изменить, его ради. Что касается памяти нехристиан, то благочестивому христианину, вообще говоря, прилично в домашней, частной молитве поминать всех своих усопших сродников, независимо от когда они жили и какой были веры. Ну, а особо приспевшие монахи, молятся вообще за весь род человеческий, от начала бывших. Да и то, сказать верно, сложно питать действительно подлинные родственные чувства к предкам, которые жили там тысячу и более лет назад, от которых осталось ни имени, ни вида. Современные люди, они в лучшем случае знают свой род там до четвертого, пятого колена. Могилы их недавних предков нередко стоят запущенными, но они при этом ходят там кричат славу роду, называют себя внуками какого-нибудь там сварога, забыв дорогу к реальному деду, живому или мертвому, но с крестом на могиле. Собственно говоря, почитание предков у неоязычников сводится к тому, чтобы принять языческую веру. А почитание 50 поколений христиан это не в счет. Знаете, я, честно говоря, в такое почитание не верю. Ну, понятно, неоязычники питают особо трепетную любовь к дохристианской истории Руси, послабляют ее современников, но при этом, знаете, все-таки хотелось бы уточнить, а что конкретно является предметом их гордости? Ну, если отбросить всякий сказочный мусор, ну, обычно говорят, что вещий Олег, значит, припевал свой щит к фратам Цареграда. Ну, не знаю, кто-нибудь из них задумался, собственно говоря, что здесь такого славного-то? То, что князь воспользовался тогдашним положением православной Византии, которая ничего плохого ему не сделала, напал на нее. Много убийств сотворил в окрестностях города грекам и разбили множество палат и церкви пожгли, а тех, кого захватили в плен, одних поиссякли, других замучили, иных же застрелили, а некоторых побросали в море и много другого зла сделали русские грекам, как обычно делают враги. Поместь временных лет. Это вы этим гордитесь? Вот если наши далекие предки действительно создали великую цивилизацию, как утверждают не его язычники, то есть преуспели на небе науки, искусства, литературы, градостроительства, политики, экономики, но следы всего этого изничтожили злые попы, хотелось спросить их, как так случилось, что все это не заметили соседние народы? Вот вам этот простой вопрос в голову не приходил. Все, что уничтожили христиане, это деревянных истуканов, не представлявших художественной ценности. А ну-то еще 9 миллионов язычников, не желавших креститься. По этому поводу ряд исследователей, ну, сейчас достаем всякие всевозможные источники, там, кому что привиделось, и так далее, просто противности к логике. Ну вот каким образом, вопрос, каким образом княжеская дружина, которая состоявшая из нескольких сот человек, вооруженных соответственно временем, не автоматическими оружиями, не газовыми камерами, не установками град, а вооруженными соответственно времени, смогли изничтожить 9 миллионов вооруженных примерно тем же самым, штурмовали крепостные стены и от горда к горду одерживали победу. Несколькими годами ранее желание древлянам увеличить дань стоило деду крестителя Руси, князю киевскому Игорю жизни. А то, значит, перед видом крестьян они превратились в овощей, безропотно стояли, смотрели, как убивают их жен, детей, отцов, матерей и их самих, как, возможно, в принципе, а к нему, мечом, уничтожить такое количество людей, не оставив при этом ни массовых захоронений, ни следов пожарищей. Ответим, кстати говоря, еще то обстоятельство, что все эти 9 из якобы 12 миллионов были налогоплательщиками. А если все так и было, дальше продолжаем рассуждать, если все так и было, то христианизация принесла на русь не слабость, еще один, кстати говоря, упрек в адрес христиан со стороны неоязычников. Что, кстати говоря, особенно странно, учитывая героическую историю России. Получается, что христианство принесло на русь не слабость, а силу, ту самую силу, которой вы и поклоняетесь. А тут вручную, и как вот они там рубили, 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 и все 9 миллионов стояли смирно и ждали, покуда их убьют, их жен, детей, их самих. Никто не защищался, никто, а, простите, а кто тогда гордые и сильные, и кто тогда хлюпики? Вы, собственно, друзья, определитесь тогда. И где были языческие боги? Почему они тогда не защищали своих поклонников? Как бы ладно бы только их поклонников убивались, ну, скажем, может, они жестокие, те языческие боги, но они там, собственно, разрушали их капище, их идолов, там, всех у них унисажали, и они никак не реагировали? Ну, собственно, есть, как бы, три варианта ответа. Убирайте любой. Либо христианский бог сильнее языческих богов, они ничего не могли сделать, либо языческим богам абсолютно все равно, что происходит тут на земле, и поэтому, собственно, обращаться к ним вообще бессмысленно, потому что они занимаются своими делами, на землю не смотрят. Третье, что языческих богов не существует. Поэтому любой вариант выбирайте, какой вам больше подходит. Потому что на самом деле это просто факт. Язычество это самая слабая религия всех, которые когда-либо существовали на земле. На протяжении истории, с какой бы религией язычество не встречалось, оно проигрывало. Встречается ли язычество с христианством, выигрывает христианство. Встречается ли язычество с исламом, выигрывает ислам. Как религия, которая всем проиграла, может научить быть сильным? Здесь, я думаю, есть люди, которые занимаются спортом. Вы представляете, кто-то бы вам сказал, хочешь быть сильным боксером, это иди поучись у него. Он, правда, проиграл все свои выжиды на ринг, но он хороший тренер, он научит тем. Язычество это самая слабая религия, которая известна. Это просто можно посмотреть. Посмотрим на карту, что было 2000 лет назад. Чуть больше 2000 лет назад почти вся земля была населена язычниками. Посмотрим на религиозную карту. Сейчас только маленькие островки традиционного язычества сохраняются на земле. Все остальное язычество проиграло. Если вы выступаете с позицией силы, тогда следует задуматься, какой же Бог сильней. А кто, следовательно, прав? Данный принцип, кстати говоря, абсолютно не применим в христианстве. Потому что основатель нашей религии сам сказал, в миру скорбны будете. Меня гнали и вас будут гнать. Безусловно, в нашей дохристианской эпохе были значимы события. И были сильные, мужественные, талантливые люди. Но, слушайте, но не больше гордости должна вызывать последующая история нашего Отечества и нашего народа. Люди, которые оказали влияние на ход мировой истории. Православие интегрировало Русь в остальной мир. Помогло ей завязать культурный, политический, экономический связь с единоверцами. Православие повлияло на стремительное развитие живописи, зодчества, других искусств. Проникновение на Русь античной культуры через православную Византию. Как это не покажется, может быть, многим странно, но именно христианство дало мощный импульс научно-техническому прогрессу. Потому что для язычника природа это табу, ее нельзя поместить в пробирку. Это священно. Христианство десакрализировало природу и дало мощный импульс развитию фундаментальных научных знаний. Фундаментальных, а не прикладных. Для язычника солнце это божество. Молнии орудия громовержца. А для христианина молнии это просто разряд электрической энергии. А солнце словно два фонаря, о которых еще Моисею было сказано. светило большое для управления днем и светило и меньшее для управления ночью. Дайбы не поклонялись им. Не случайно с разточением научных знаний стали монастыри, а первыми учеными, священники, монахи, в том числе первыми преподавателями славяно-греко-латинской академии на Руси не греческие, не египетские и не собственные жрецы дали нам письменность, а православные братья Кирилла и Мефодия. Именно христианство окончательно объединило восточно-славянские племена в единое государство и, собственно говоря, создало сам русский народ. В купели князя Владимира уходили Вятичи, Кривичи, другие племена выходили русские. Хотя, конечно, этот процесс занял длительное время, но, тем не менее, именно это и создало русский народ. Соответственно, единственный исконный вер русского народа является православие. Оно сформировало ментальный код русского человека, включая и современных язычников, и атеистов. Все мы русские и покуда русские, в той или иной степени несем в себе этот код. Русский язык, русская литература, русское искусство, русская история. В основном, в своей масти, это было создано крещенным русским человеком. И воспитанный в лоне православия русский человек смог объединить вокруг себя другие народы, ибо во Христе нет ни эллины, ни уйдей. Ни прийти христианства на Русь не было бы ни Российской империи, ни Советского Союза, ни современной России. Русский, а позже и советский человек, который на самом деле тоже русский, он не делил людей по роду и племени, благодаря чему наша Родина распростерлась от тайги до британских морей, а Красная Армия стала всех сильнее. Справедливости ради надо сказать, что зачатки этого менталитета были заложены еще задолго до христианизации Руси, когда эти вот кровнородственные принципы формирования общины были заменены на так называемые соседско-территориальные, базировавшиеся на единстве хозяйственной деятельности, общем владении землей, когда для принятия в общину вообще не имело значение какого-то рода племени. Главное, чтобы кандидат принимал все условия пребывания в этой общине. И надо сказать, раздробно подчеркнуть, что именно вот эта форма общины составляла уникальность общественного устройства на Руси. Чего, кстати говоря, не было у других народов. Это не было ни на Западе, ни на Кавказе. Еще, кстати, что интересно, именно эту форму общинности впоследствии и применила советская власть на примере коллективных хозяйств, то есть колхозов. И напротив, именно в неоязыческой среде растут буйным цветом всевозможные псевдопатриотические и радикальные националистические идеи. Хотя, надо сказать, что среди христиан тоже идет охвата. Родновер привязывает себя к земле предков, тех, кого считают своим предками, поскольку доподлинно знать, кто были наши предки тысячи лет назад, гидваль. Для него Урал, Кавказ, Чукотка это чужая земля. Она не дает ему силы. Для многих родноверческих общин люди другой национальности, а тем более расы, это чужие люди, включая их соотечественные. Но и между собой они имеют единства. Религиозные, политические и другие увоззрения каждой родноверческой общины определяются мерой фантазии и амбиций ее лидера, входят в противоречие друг другу. Да и понятно, что с таким патриотизмом мы не только растеряли бы те земли, которые имеем, но не смогли бы их приобрести. Вот примечательно из стенограммы Адольфа Гитлера от 11 апреля 1942 года. Необходимо запрещать устройство единых церквей для сколько-нибудь значительных русских территорий. Нашим интересам соответствовало бы такое положение, при котором каждая деревня имела бы собственную секту, где развивались бы свои собственные представления о Боге. Даже если в этом случае в отдельных деревнях возникнут шаманские культы, подобные негритянским или американо-индийским, то мы могли бы это только приветствовать, ибо это лишь увеличило бы количество факторов, дробящих русское пространство на мелкие единицы. Неоязычники ставят христианам вину то, что мы приняли якобы чужую еврейскую веру, сами того не понимая обречают свое собственное отношение к вере. Они не относятся к ней как к объективной реальности. Многие научные открытия были сделаны иностранными учеными, но это не отменяет правильность их открытий. То, что тот или иной физический закон был открыт на чужой земле, не означает, что этот же самый закон не действует на нашей земле. Вероятно, наши предки считали, что солнце вращается вокруг земли. Но является ли это основанием, то, что считали это наши предки, является ли это основанием считать данное космологическое представление верным? Конечно же, нет. Точно так же вопрос к религии. Так верили наши предки. Но это совершенно не аргумент истины с религии, вообще чего бы то ни было. Да, кажется, у народа были свои языческие предки, и все не верили в то, что это раз. Ну, молниями кто управляет? Либо это Зеркс, либо это Перун, либо какой-то другой граммоверс, либо никто из них. Они все сразу. Но какие могут быть объективные свидетельства веры у язычников? Ну, попробуйте перевести хоть какие-то свидетельства историчности, например, там, дальше Бога или Стрибога. Я уж не говорю о выдуманных именах. Ну, значит, начните хотя бы с малого. Вот, допустим, вы исповедуете вот это неоязычество, неважно, какого толка, но вот у вас есть его символ Калаврат. Ну, задайте хоть раз вопросом, откуда его взяли-то? Попробуйте изучить самостоятельно, откуда вы его взяли? Вся эта вера, она основана на желании верить в то, во что не верить. На желании верить в то, что им удобно. Но мое, например, желание там полететь, выйти из окна, даже если в это верили мои предки, что это возможно, но она не отменяет законы физики. Если я это сделаю, я полечу вниз, а не вверх. Вот объективная реальность. И напротив, православие является единственной, кстати говоря, религией, у меня есть на этот счет ролик, ну, в принципе, материал на этот счет можно достаточно много найти в интернете, единственной религии, которая имеет, пусть не абсолютные, но все-таки объективные аргументы своей истинности. Вероучительные, исторические, духовно-нравственные, пророческие, научно-философские и так далее. Почему обращаются в язычество? Есть, на мой взгляд, причин, может быть, еще много. Кто-то, может быть, даже родился в православной среде, ну, так скажем, условно православной, но не нашел достойного примера среди людей, его прорабших. И здесь, конечно, это некие упоры нам, христианам. Кто-то просто нашел в неуязычестве ну, близкие ему политические какие-то, националистические идеи, а все остальное для него антураж. Как мне представляется, родноверными становятся люди морально и интеллектуально незрелые, страдающие таким, я бы сказал, ребячеством. Отсутствие критического мышления. Никто из них не задается по настоящим вопросам источника того, во что они верят. Ведь если бы они задавались этим вопросом, они обнаружили, что его нет. Но есть и более глубокая причина. К язычеству склонны люди, которые не удовлетворяются только одним плотским существованием, но и ни от чего плотского отказываться тоже не хотят. Язычество, с одной стороны, интересно и увлекательно, а с другой стороны, не требует от тебя борьбы со страстями и похотьми. Ты можешь дать волю своему гневу, тщеславию, слебролюбию, похоти, ублажать и взращивать гордыню. И напротив, православие кажется скучным и тяжелым бременем, требующим от человека усмирения к гордыне. Это еще не с негарантированным результатом. Это усмирение видится слабостью, в то время, как она требует от человека предельник силы и мужества. Царство Небесной силой берется. Но для этого нужно осознать свою немощь, ибо сила наша в немощи совершается. Вот через какой камень не могут переступить гордецы, независимо от того, кем они себя называют, христианами, язычниками, мусульманами или атеистами. Субтитры создавал DimaTorzok